Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Я не замужняя девушка, мне 34 года. Пишите вы. Ну вот, здесь, наверное, хочется, пожалуй, сразу как-то отметить, что у вас возношно есть трудности в построении отношений с мужчинами. Да? Вот. То, что вы, значит, не замужем, а вы 34 года. Нет, может быть вы не хотите, может быть вы не хотите быть замужем. Может быть вы не хотите замужем. Вот. Никто не говорит о том, что вы должны обязательно. Вот. Просто я бы хотел вот на это обратить внимание, да? Что, допустим, у вас есть возможно некоторые проблемы, да? Вот. У вас возможно есть некоторые трудности. В частности, вот, трудности с, например, с семьёй. У вас есть трудности. Вот. Но вопрос здесь, как мне кажется, заключается в том числе в том, что вы делаете со своей жизнью, именно со своей жизнью кого-то. Да? Вот. Это я не беру в расчёт тот факт, что вы пытаетесь переделать, поменять своих близких. Вот. И это я не беру в расчёт тот факт, что в целом и в принципе ваш вопрос он не совсем может быть даже к психологу. То есть ваш вопрос он может быть больше юристом. Вот. Потому что вы спрашиваете о том, фактически выбивает ли вам там свою долю или нет. Вот. Я думаю, что это вот как раз больше история про юридический момент. Дальше. У меня в семье проблемы. Брат 43 года, тунеядет, сестра, динамужняя и мать пенсионерка. Его в этом поддерживают. А когда я начинаю говорить ему о работе, они меня затыкают. Вот. Очень важно разобраться в том, для чего вы ему говорите о работе. Зачем? Зачем вы ему говорите о работе? А с какой целью? С какой целью вы ему говорите о работе? Вот. Дело в том, что ваш брат, он в любом случае как-то пришёл к тому, чтобы не работать. Да? Вот. Он как-то оказался в этом состоянии. И я думаю, что к этому состоянию вряд ли он шёл быстро. То есть я думаю, что он к этому состоянию, ну, шёл какое-то время. Я думаю, что этот процесс как минимум не быстрый. Вот. И, соответственно, если этот процесс не быстрый, то вряд ли человек будет что-то менять. Так вот, по вашим словам. От ваших слов. То есть здесь скорее история про ваши собственные реакции, про ваше собственное на него реагирование. То есть здесь история про то, как вы реагируете на то, что он не работает. Какие именно у вас это вызывает чувства. Вот. Чувства обиды, может быть чувства злости, может быть что-то ещё и так далее. Вот. Вот. Вот это. Как мне. Кажется, вам нужно для себя в первую очередь понять. Комиссар. Сейчас вот такое ощущение, что в общем парадоксальность заключается в ситуации в том, что вроде бы как вы работаете, вроде бы как вы обеспечиваете себя, да. Вот. Но в то же время, как будто бы вся ваша жизнь зависит от человека. То есть вся ваша жизнь зависит от других людей, не от вас. И вот если что-то и является проблемой, то пожалуй вот именно этот момент, этот аспект является проблемой. Как мне видит. Дальше. Идём. Значит, из-за этого будто дедовщина в мою сторону вы нарушаете комфортный порядок в семье. Они не позволяют мне даже за одним столом с ними сидеть, обедать. Не дают нормально отдохнуть. Как-никак я с людьми работаю. Из-за родных у меня появились проблемы. В работе я стал негативить в сторону клиентов. Ну здесь, пожалуй, история больше про что. Здесь история про, наверное, обиду какую-то. Здесь история про, наверное, какую-то злость. Вот здесь история про сдерживаемую агрессию. Вот. То есть, ну. Здесь история про то, что у вас, ну вот. Лично у вас накапливается по отношению к родным. То есть, что важно здесь понятно, на мой взгляд. Здесь важно понять, что скорее всего эта ситуация запрагивает какую-то вашу собственную проблему. Вот. только какую-то проблема. То есть, что? Такого вам все не затрагивает. Вероятно, вам хотелось бы, может быть, эм. Ну, тоже как-то расслабляться, вероятно вам тоже хотелось бы как-то отдыхать, тоже хотелось бы как-то больше может быть думать о себе, но вы этого не делаете, то есть вам это вот как раз довольно таки недоступно сейчас выглядеть, то есть нужно найти способ выразить ваши негативные чувства. Все трое дома на меня постоянно делают психическую атаку, Брэд однажды сын избил меня из-за критики в его адресе. Ну, если мы говорим здесь, например, о избегении, о применении насилия, то это является совершенно неприемлемым и, на мой взгляд, тут вы опять же можете, наверное, должны даже себя восхищать, вот, ну то есть восхищать свои права, да, защищать свои интересы, защищать свои границы, скажем так. Потому что, ну, в противном случае просто вас ведь могут и погалечить. Дальше, есть серьезный вопрос касающийся критики, то есть есть вопрос касающийся того, как и из какого чувства вы, например, критикуете своего брата, да, то есть опять же можно по-разному это делать, можно по-разному выражать свою реакцию, вот, и соответственно, если вы хотите, опять же, для своего брата чего-то хорошего, да, то, наверное, нужно выражать свои чувства по-другому. Вот, предполагаю, предполагаю, что ваш брат, ну, не изменится на нас, то есть предполагаю, что он останется вот в своей позиции, да, в позиции, ну, которому ему удобно, ему удобно так жить. Вам же себе самой нужно ответить на вопрос, зачем вашему брату работать, ну в смысле вот какая ему выгода от этого будет, потому что вообще очевидно, наверное, что без выгоды наш брат делать ничего не будет. Это очевидно. Поэтому вот я тоже, если вы, например, ну допустим, если вы можете себе объяснить, сами, зачем вашему брату работать, то, возможно, вы сможете донести до него это. Хотя и не факт. Потому что, ну, совершенно очевидно, да, что вашего брата как-то вот есть, ну, свое видение, как нужно жить и он его продвигает. Нравится вам это или нет? К сожалению. Вот. Поэтому вопрос личных границ, он очень важен, на мой взгляд. Скоро будет готова наша трехкомнатная квартира. Боюсь, тебя переезжают. Чего боитесь? Спросил он вам дать на свою долю. Она говорит, посмотрим. Она тоже не работает. Мы с сестрой их обеспечиваем. Устала от всего этого. А зачем вы сестрой их обеспечиваете? Из какого чувства? Хочу сильно утешить отдельно. Может, через суд выбить свою долю. Может быть. Но пока вы не поработаете с личными границами, пока вы не научитесь отстаивать свои личные границы, я думаю, что, ну, мало что изменится в вашей жизни и, само собой, ваш физический переход, в другое место, проблему не решит. Вот. Ну, просто потому, что вы останетесь с той же самой. То есть, вы будете такой же. И предпосылки, которые делают возможным всю эту историю с вашей страну. Вот эти препосылки, они никуда не уйдут. К сожалению. Вот как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам было полезно и интересно. Мой ответ, надеюсь, был вам полезен и интересен. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Ну и в суд обратитесь. То есть, не в суд, а в раздел. Юридически обратитесь. Там, я думаю, тоже вам помогут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...